Всем привет и добро пожаловать на мой канал! С вами Алена и сегодня будет очень классное, любимое, я знаю, многими девчонками видео. Это видео о покупках одежды и аксессуаров. Я вам расскажу и покажу, примерю на себя то, что я купила. Обязательно на вещи, все, которые я вам буду показывать, ссылки я оставила уже внизу в инфобоксе для вас под видео, поэтому проверяйте то, что вам понравится. Вещи, я должна тоже сразу сделать анонс, прежде чем мы начали, каждая вещь мне нравится. Каждой вещью я довольна на все 100%, причем кое-какие-то из этих вещей абсолютно копеечные. Поэтому, если вам интересно посмотреть, чем я уже начала запасаться к летнему сезону, оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Я, когда сейчас складывала, отпаривала, отглаживала все вещи здесь, поняла, что по удивительнейшему просто совпадению я приобрела себе три, скажем так, вещи в виде шорт, просто одна из этих вещей это комбинезон, но он тоже с шортами, и три вещи по типу платьев или юбок. В общем, вы поймете, здесь нет брюк, и здесь нет брюк, джинс, да. И есть еще несколько аксессуаров, которые я вам тоже покажу, которым я очень-очень довольна. Что-то вы уже видели в инстаграм, но еще не все, давайте начнем. И начну я, пожалуйста, с той вещи, которую вы уже видели на мне в инстаграм, и здесь на ютубе тоже. Этот комбинезон из H&M был на мне в видео про образы шоппинг-влог для мам, для мам маленьких детей, которые находятся в декрете. Я его примеряла, и еще во время влога, когда я его снимала, я сказала, что мне кажется, я его куплю, и я... Какой пересвет, матери божья. Я сказала, что мне кажется, я его куплю, и я его купила, и я им очень довольна, я очень жду, когда у нас придет лето, и вообще потеплеет. Потому что, честно говоря, все вещи, которые я вам буду показывать, я еще не носила, кроме одного аксессуара единственного, потому что у нас холод собачий. Я вставлю, наверное, или, может быть, в примерке его покажу, или кусочек из влога покажу, как он на мне сидит. Есть пост с этим комбинезоном в моем инстаграм, тоже оставлю ссылочку, чтобы вы могли и в статике на мне посмотреть. В общем, я им очень довольна. Он, да, короткий. Тут уже зависит от того, комфортно ли вам носить такую длину, но я люблю загорелые ноги. Я в течение лета очень редко загораю специально, чтобы просто лечь и лежать. У нас нет, ну, на мой личный вкус, возможности это делать в моем городе. У нас есть номинальное водохранилище. Я живу в городе Новосибирске. Здесь есть так называемое Обское водохранилище. Но я считаю, что купаться там, это просто опасно для здоровья и не гигиенично. Поэтому я этого не делаю. Соответственно, если я летом нахожусь в городе, я особо не загораю, типа, легла на лежак и лежу. Я хожу много по улицам. Это да. Поэтому мне нравится носить короткие, достаточно, но прилично короткие шорты. Я просто органически не перевариваю шорты трусы, когда у девушек, простите за выражение, вываливается попа из этих шорт. И вы прям видите вот эту, ну, вы понимаете, в общем, все сами, что там видно. Это отвратительно. Я считаю, это полная безвкусица, это полная пошлятина. Нет, здесь они короткие, но они приличные. Я эти шорты планирую носить с сандалями, с кроссовками, с кедами точнее. В общем, огромное количество комбинаций с ними можно придумать. Это такой стиль, который сейчас актуален, стиль карго, то есть а-ля рабочая одежда. Он сделан достаточно из такого грубого материала, чем-то напоминает мешковину. Для мешковины мягковато, но вот стиль примерно такой. Я его даже вот начала, когда готовила к примерке, отпаривать с одной стороны шорты, вот здесь они более гладкие, и поняла, что мне так нравится меньше. Мне нравится, когда он как лен, немножко более помятый. Поэтому буду носить его так. Следующие шорты я приобрела в магазине Zara. Они выглядят следующим образом. Это один из моих любимых оттенков для базы. Это цвет хаки. Мне он очень нравится. Он очень универсальный. Много комбинируемый с другими цветами. И белый, и бежевый, и бордо, и темно-синий индига. И, естественно, черный тоже можно сочетать. То есть количество комбинаций верхов с этими шортами огромное. Можно и с принтом что-то подобрать, если, например, в нем будет присутствовать в принте еще вот такой вот хаки цвету. Будет просто идеально. В общем, они отличные. Я искала шорты. Я сначала, как опытный шоппер, я подготовилась и прошлась онлайн по магазинам. Посмотрела, что есть в Mango, что есть в Zara, что есть в H&M. Я и так знала в нашем H&M. Что есть в магазине 12 Stories. И, прикинь, ну, еще некоторые магазины типа The Outnet я тоже просмотрела. Там продаются брендовые вещи, которые идут на распродажу, скажем так. Например, прошлый сезон. А мне в данном случае, покупая вот настолько нейтральные шорты, не принципиально. Этого были бы они сезона или прошлого. Но как-то не срослось. Я искала такие шорты, чтобы они не были прям вот шорты-шорты. Ну, то есть, типа, я иду на пляж. Чтобы это был городской вариант, который можно надеть как с расслабленной футболкой, так и, возможно, с рубашкой. В офис я не хожу, но мне хотелось выдержать такой женственно-элегантный стиль. А не стиль шлепки-пляж. Поэтому я искала такой вариант. В 12 Stories есть достаточно неплохие. У них ценник в среднем 5000 рублей, потому что это лен. И перед тем, как зайти до стационарного 12 Stories у нас в Новосибирске, я зашла в Зару. И, честно говоря, влюбилась в эти шорты. Еще не срезала ценник, потому что у нас очень холодно. Я их не носила. Стоят они 2000 рублей. Прекрасные. Я, кстати, в Инстаграм делала опрос в Stories, какие шорты вы бы выбрали. И на мне были эти и еще одни. Я, может быть, тоже рядом с собой покажу картинку. И вы со мной солидарны были во мнении. Мне очень приятно, что у нас с вами совпадает вкус. Большинство девочек тоже выбрали бы вот эти шорти. В общем, они отличные. Они подлиннее, чем комбез из H&M. Так что я очень довольна. Скорее бы их уже начать носить. И третьи шорты, очень похожие на предыдущие Зары, мне пришли из онлайн-магазина Shein. Они выглядят следующим образом. Такие серо-меланжевые, что ли, тонкие, из очень приятного материала на жару. Просто я визуализирую, как я буду их носить. В белую полоску. Опять же, комбинируемые. То есть можно, ну, идеально будет смотреться просто с белой какой-либо футболкой, топом, майкой, блузкой, возможно, даже и так далее. Но, в принципе, можно поиграть и с каким-то цветом наверх тоже. У них нет никаких застежек, нет никаких там молний. Они просто на резинке. И сверху завязывается пояс еще просто на бант, на узелок, скажем так. Кстати говоря, в Заре тоже пояс на резинке. Там нет, по-моему, молний. Ну-ка, чтобы не обмануть. Да, молний здесь нет. В общем, я довольна и обеими парами шорт и комбинезоном. Любую из этих вещей, каждую из этих вещей, я могу рекомендовать к покупке. Теперь несколько более женственных вещей, которые у меня тоже появились. Первое, я обзавелась вот такой вот классической абсолютно юбкой-плиссе в цвете беж. Тоже пришла она мне с сайта Shein. Честно, девочки, там, по-моему, вещи, я просто не помню, сколько какая стоила. Но, наверное, в пределах 1000 рублей каждая. Я покажу вам 4 вещи сегодня оттуда. Вот шорты были, они, наверное, рублей 500 вообще стоили. Юбка эта и еще 2 вещи будет. Реально рекомендую посмотреть ссылки, потому что стоит копейки и пришло мне достаточно быстро. Мне кажется, недели 2, ну, максимум 3, 2,5, наверное, вот так. Юбка замечательная. У нее я ее уже примеряла, естественно, чтобы, ну, когда мне пришли вещи, я ее все примерила сразу, чтобы понять, что и как. Ситуация такая, она замялась во время транспортировки, отгладить я ее не могу, отпарить, боюсь, чтобы не испортить плесировку, поэтому я подожду, пока она просто отвисится. Она может вам казаться немножко мятой в примерке, но в целом, и, во-первых, юбки-плиссе это уже по сути классика. То есть, если 3 сезона назад это было, вау, что-то новое, модное, интересное, то есть, там, 5 лет назад, нет, даже 8 лет назад мы носили юбки в пол, это появилось, потом вот пришли юбки-плиссе, то сейчас юбки-плиссе это, по сути, классика, миди, длина, опять же. И я считаю, что вот такой вот базовый бежевый цвет, если у вас такой юбки нет, это замечательная покупка, еще и может быть супер бюджетной, но можете купить какую-либо другую из другого ценового сегмента, тот, который вы носите, который вам нравится, потому что она настолько многофункциональная будет в вашем гардеробе и зимой, причем тоже, так что задумайтесь об этой покупке. У меня сейчас на данный момент есть юбка-плиссе, такой серый, черненый, немножко металлик, это более зимний вариант, хотя, по-моему, летом я как-то ее носила, но все равно и комфортнее мне как-то в ней зимой, а вот светлой именно плесерованной у меня не было, так что теперь будет беж. И еще у нас с вами, у меня точнее для вас, осталось два платья, которыми я очень довольна, они пришли тоже с сайта Shein, и честно, они превзошли, пожалуй, мои ожидания, давайте сразу сделаем скидку на то, что это супер бюджетная одежда, и да, здесь где-то будут торчать ниточки, но то же самое я каждую неделю, несколько раз в неделю, проходя магазины с клиентками, или самостоятельно снимаю для вас шоппинг-логи в той же Zara или H&M или где-то еще, тоже вижу торчащие нитки, то есть это не приговор для магазина, присмотритесь к этим вещам, если они вам на мне понравятся. Первое платье просто потрясающего летнего, мятного, но знаете, такого не резкого яркого мятного, а немножко грязно-мятного оттенка, я не знаю, как его еще, фисташковый, вот, наверное, так это можно назвать, цвет фисташкового мороженого какого-нибудь. Очень красивый, у него здесь по центру идут такие роговые пуговицы, но оно не расстегивается на эти пуговицы, у него есть молния на спинке, у него актуальные сейчас рукава-фонарики, достаточно объемные, несколько ниточек, у него торчит из нескольких швов, но это не беда, у него большие накладные карманы, по юбке есть два накладных кармана, и оно по сути в пол. Для меня с ростом метр семьдесят юбка получается длины миди, и мне это нравится, как вы уже, наверное, поняли из моего шоппинг-лога, как носить юбки миди, к этой длине я отношусь замечательно. Единственный нюанс, точнее их два, я напишу, какой размер я заказывала, я прям проверю свой заказ, но я уверена, что это был S, он мне большеват. Мои параметры, как я уже сказала, рост метр семьдесят, объем груди примерно восемьдесят пять, талия шестьдесят два, шестьдесят три, бедра девяносто два, девяносто три. Так вот, оно мне свободное, причем везде, если бы можно было поменять, например, я просто не буду с этим заморачиваться, и взять XS, лучше бы я взяла его, если он там вообще был в размерном ряду, это тоже вопрос. Просто с китайскими сайтами дело такое, всегда все говорят о том, что там все жутко маломерят, берите на размер больше, потому что они вроде как шьют для себя в первую очередь, а китайцы меньше славярным ростом и комплекцией, они более миниатюрные, и соответственно, если ты заказываешь S, он на тебе может плохо сидеть, быть очень тесным. Но тут обратная история, оно мне свободное, но мне это даже нравится. Я планирую его носить в жаркий летний день, и вот эта свобода и неполное прилегание позволят мне чувствовать себя комфортно на самом деле. И второй нюанс, эта ткань очень сложно гладится. Я его сейчас отглаживала перед тем, как буду снимать для вас видео, чтобы это выглядело более эстетично и прилично, но я понимаю, что, скорее всего, я его постираю и отглажу таким слегка сырым, потому что на данный момент до сих пор не все складки, которые образовались именно после того, как его транспортировали, ушли. То есть гладиться оно сложно, но в целом платьем я довольна. И последняя вещь, это тоже платье, тоже с сайта Shein, они похожи, но я решила заказать оба, потому что лето платье, ну не бывает тут много, оно выглядит вот так, и оно напоминает мне какую-то конфету. Или знаете, как зубная паста Аквафреш, по-моему, такая была в моем детстве точно, сейчас я даже не знаю, есть она или нет, кстати говоря, напишите мне, пожалуйста, я не в курсе. Просто я другой сейчас уже давным-давно чищу. Ну, короче, вот такая вот классная полоска, очень похожая по силуэту. Тоже здесь у нас спереди роговые пуговицы, но в данном случае это и является застежкой-растежкой. Тоже два накладных кармана, тоже отрезная юбка, оно сидит чуть получше на мне, и у него простые рукавчики, они не объемные, не буфы вот эти, не фонарики. Оно классное, обалденное, легкое, его можно и в отпуск будет взять куда-то, может быть даже на пляж набрасывать, прям на купальник и идти, потому что очень удобно расстегивается. Если предыдущее платье все-таки с молнией по спинке, с такими вот рукавами, и мне кажется, оно вообще очень романтичное, ну не прям вот пляжное, то в этом я вижу себя как в городе с определенными аксессуарами, так и где-то за городом или вообще на море. Очень оно мне нравится, приятнейший материал, обожаю, скорее бы потеплело, уже сколько раз я сказала эту фразу. И несколько аксессуаров, которыми я обзавелась. Во-первых, это вот такие вот, как бы вам их показать, я наверное вставлю рядом лучше фотографию, рядом с собой, чтобы это и не бликовало, и при этом вы поняли, как они выглядят. Это очки, в общем-то, да, они вот такие вот по форме типа спортивной маски. Это одна из трендовых форм этого сезона, я заказала это с сайта Asos, ссылку оставлю внизу, если они еще не распроданы. Это тот случай, когда вам хочется обзавестись чем-то остром, модным и трендовым. Вы не хотите отдавать за эту вещь тысячи, десятки тысяч рублей, тогда вы идете на сайт Asos, потому что там все эти трендовые штуки есть. И эти очки, девчонки, стоили, мне кажется, рублей 600, может быть, или 800, ну вот прям копейки, реально. Они мне нравятся, они классные, я считаю, что они мне идут. Тут напишите, как вы думаете, мне кажется, это прикольно, и напишите вообще, как вам такая форма в целом, безотносительно того, как там они на мне, как вам она, нравится или нет, стали бы носить или нет. Инстаграм под постом я уже спрашивала, и, наверное, все-таки большая часть девочек считает, что нет, им это не нравится, они бы не хотели это носить, и не понимают этот тренд. Но меня порадовало, что были девчонки, которые сказали, что у них уже есть очки такой формы, и я прям порадовалась, что у меня есть единомышленники. Еще один аксессуар, тоже трендовый, и тоже с сайта Asos, кстати, еще следующий тоже будет с сайта Asos, это вот такая вот повязка на голову. Это не ободок, а именно большая такая повязка, я, наверное, сейчас завязывать не буду, потому что я тут долго это буду делать, я завяжу и рядышком вам покажусь. Мне она нравится, у нее здесь сразу два тренда, получается, в одной вещи, это, во-первых, повязка в волосы, все вот эти завязки в хвост длинными лентами, повязки в волосы, которые тоже длинные такие, видите, какие здесь здоровенные хвосты. Это сейчас актуально. И горох. Горох актуален, он, честно говоря, актуален каждое лето, как и цветочный бренд, но и в этом лете тоже не исключение. Так что два в одном буду носить с какими-то грубыми вещами, типа черная кожаная куртка, ну что-нибудь такое на контрасте, типа сверху есть женственный элемент, а здесь что-то более грубое. Ну и еще, что мне осталось вам показать, это пару обуви, от которой я просто балдею, я просто в восторге, это тоже супер бюджетная, как я считаю, покупка в плане обуви, да, и цены на обувь сайта Asos. Это бренд New Look, он представлен на Asos, раньше он был в Новосибирске у нас, ну и в целом в России, по-моему, сейчас они ушли вообще отовсюду, по крайней мере в моем городе уже давно этого бренда, этого магазина нет. Хотя, жаль, у меня, кстати говоря, если вдруг кому-то интересно, откуда мой объемный тренч, потому что в директе часто в инстаграм спрашивают, это как раз бренд New Look, и покупала я его через Asos год назад, чуть меньше года назад. Это босоножки в таком неоново-желтом цвете, то есть я для себя, тренд неон, решила, ну как минимум поддержать обуви. Я не знаю, буду ли я покупать неоновые именно вещи, какую-то одежду, я вижу этот тренд лично на себе, в первую очередь как обувь. Эти босоножки я буду сочетать и с голубыми джинсами мам, расслабленными, и с черными узкими скини джинсами, и возможно с шортами хаки даже, то есть вариантов масса с белыми джинсами. Это очень многофункциональная обувь, которая при этом вас сразу делает тренди, модненькой. Это все мои покупки на сегодня, я надеюсь, что вам было интересно, что какие-то вещи, возможно, вас тоже заинтересовали и осчастливят еще и вас. Заглядывайте в инфобокс, проверяйте ссылки, там все-все-все есть. А мы с вами увидимся в следующем видео, которое совсем скоро появится на моем канале, будет очень интересное, поэтому, чтобы его не пропустить, обязательно подписывайтесь. И до скорых встреч, пока! И с черными узкими...